Добрый день! Для тех из вас, которые меня не знают, меня зовут доктор Вон. Я обожаю работать для ProLife, потому что я считаю, что трансфер-фактор это замечательная штука. Сегодня я поговорю с вами о нашей науке, для того, чтобы вы стали специалистом по трансфер-фактору, для того, чтобы понять наш трансфер-фактор, надо сначала понять нашу иммунную систему. Иммунная система состоит из многих органов, которые расположены во всем нашем организме. Иммунная система, в принципе, покрывает весь организм. У нас существуют организмы или точки иммунной системы по всем точкам нашего организма. Для того, чтобы, если у нас существует живая, здоровая иммунная система, мы здоровы. У нас, наша иммунная система расположена с самой макушки до самого мизинца ноги. Все клетки нашей иммунной системы возникают в костном мозгу. После того, как они рождаются, часть из них мигрирует в симус. Остальные остаются внутри нашего костного мозга и потом распределяются по всему организму. 70% наших иммунных клеток переплывают в кишечник. Многие из них, кроме того, находятся в системах под нашей кожи, в нашем ухе, горле и носу. В этих системах очень много, в слизистых оболочках очень много. Нам нужна там иммунная система для того, чтобы бороться с проникающими инфекциями. Лимфатическая система, они похожи на кровеносную систему, и они находятся параллельно рядом с кровеносной системой. Зачем они нужны? Во-первых, они переносят и выводят из организма жиры и загрязняющие вещества. Кроме того, они являются автострадой для иммунных клеток. Эти сосуды являются методом, по которым наши иммунные клетки могут передвигаться по нашему организму. Лимфатические узлы являются концентрацией, местами концентрации наших клеток. Самые наиболее известные – это наши и в подмышках. И мы, конечно, знаем, что зачастую они опухают во время инфекции. Почему это происходит? Потому что у нас во время инфекции больше клеток, которые сражаются с врагами. Я уже рассказал вам, что у нас большая концентрация иммунных клеток внутри живота. В основном это в тонкой и толстой кишке, в так называемых пьеровых бляшках. Это места, наш кишечник – это место, где мы контролируем то, что входит или выносится в наш организм. Они проживают там, совместные в симбиозе с пробиотическими бактериями. Эти две группы активно работают вместе для того, чтобы избавить организм от инфекции. Этот симбиоз, когда мы здоровы, работает замечательно. Покрытие дружелюбными микробиотическими бактериями не дает проникнуть нездоровыми бактериями, а наши иммунные клетки патролируют и контролируют как солдаты все, что проникает в наш организм. Когда что-нибудь не нужно проникать в организм, эти две армии сражаются и удаляют этот нежелательный элемент из организма. Мы переходим из целого организма в живот или в кишечник, и я хочу показать основные виды или типы наших иммунных клеток. Каждая из этих клеток имеет подтипы. У нас существует сотни разных типов и видов клеток иммунной системы. У каждого из этого вида есть специфические функции. В принципе, мы можем сравнить нашу иммунную систему с солдатами в армии. У нас есть разные виды войск. Некоторые специализированы, а некоторые совсем не специализированы. Т-лимфоциты – это пехота. Они, в принципе, проводят большую часть сражения, но существуют некоторые специализированные Т-лимфоциты, которые являются командирами. Б-лимфоциты – это разведка. Они узнают, опознают, идентифицируют врагов, и они производят антитела. Они ограничивают активность тех внедряющихся бактерий. Нитрофилы являются снайперами или спецчастями. Они обычно самые первые, которые выходят на фронт, на битву. Они… Скроме того, у нас существуют ЕКК – естественные клетки киллеры. Макрофаги являются подобными танкам. Они проглатывают и выметают нежелательные элементы. Они не очень специализированы. У каждой из других клеток существует уникальная функция. Когда макрофаги и все остальные работают правильно, мы остаемся здоровыми. Но иногда происходят ошибки. Иногда какие-то войска не вовремя приходят на битву. Или неверные войска приходят на неверную битву. И тогда мы заболеваем. Поэтому очень важно, чтобы все клетки действовали одновременно, вместе, совместно и контролировано. Иммунная система является огромной системой, в которой многие органы и клетки работают. Вместе, взаимно. Для того, когда иммунная система работает эффективно, мы здоровы. Давайте поговорим об истории трансферфактора или фактора переноса. Началась работа более 70 лет назад. Хотя времени прошло много и много финансирования ушло на эту работу, мы все еще знаем не очень много. Началась работа в середине 1940-х годов. Господин Генри Шербуд Лоренс, он был врачом и исследователем в Нью-Йоркском университете. В то время инфекционные заболевания были очень большой опасностью. Так же, как и сегодня, господин Лоренс заметил, что в основном люди, которые заражались каком-то заболеванием инфекционным, не заболевали им вторично. Он подумал, что, наверное, существует какой-то фактор, который их оберегает. Может быть, этот фактор, этот элемент можно переносить от одного человека к другому. И он стал исследовать, стал искать. Стал искать. Сначала начал с лимфоцитов. Это белые клетки крови, которые циркулируют внутри нашей кровеносной системы. Существует большое количество лимфоцитов. Доктор Лоренс выделил лимфоциты человека, который перешел заболевание, и инъекцировал эти лимфоциты в человека, который еще не болел, так называемый наивный пациент, наивную систему. Он подождал несколько дней и исследовал, посмотрел на лимфоциты этого получателя, и он увидел, что да, у этого человека иммунная система происходит. Тогда он начал продолжать. Он уже раздробил, отфильтлировал определенную часть лимфоцитов и так далее. В течение нескольких лет он работал над этим процессом, он его улучшал, специализировал и дошел до определенной фракции белых клеток. И он назвал этот фактор фактором переноса или трансферфактором, потому что он понял, что существуют факторы в лимфоцитах, которые переносят этот иммунитет. И началось исследование трансферфактора. После того, как он опубликовал свои исследования, мы уже начали понимать немножко больше о том, как работает, как действует трансферфактор. Но в то время технология, в 40-е годы, технология была не на том уровне, на котором она находится сегодня. И было очень трудно распознать достаточно мелкие подробности. И, в принципе, доктор Лоренц не смог узнать, каким образом построена трансферфактор или фактор переноса. Хорошо, давайте немножко уйдем от книг по истории и подумаем о размере. Вот эта вот картинка показывает нам, какая величина этих молекул. Мы начинаем здесь слева. Это средняя женщина, она весит примерно 60 килограммов. Радом с ней находится дыня. Дыня в 60 раз весит меньше, чем женщина. После этого скрепка. В 60 тысяч меньше, чем женщина. После этого мы переходим к снежинке. Снежинка весит примерно 1 миллиграмм. Те из вас, которые не очень знакомы с снежинками, если вы живете в теплых краях, думайте о зернышке риса, если его разрежьте на 30 частей. Теперь вот и эта частица будет примерно весить 1 миллиграмм. В 60 миллионов, 60 тысяч меньше, чем женщина. Давайте добавим еще несколько нулей. И теперь мы дошли справа до размера одной молекулы фактора переноса трансферфактора. 600 тысяч квадриллионов меньше, чем женщина. Это частичка весит, это очень небольшой вес. Что это значит? Это значит, что внутри каждой капсулы трансферфактора есть достаточное место для миллиардов и миллиардов молекул. Что такое трансферфактор или фактор переноса? Это небольшого размера пептиды, которые созданы из молозива и желтка коровы. Патент был создан в 80-х годах. В 1998 году Дэвид Лисенби нашел этот патент и его лицензировал. Через несколько лет под руководством Давида Лисенби мы нашли... For Life наша компания обнаружила трансферфактор в желтках, куриных желтках. Эти два ресурса, эти два источника дают нам возможность создавать прекрасный трансферфактор. Молозива – это самое первое молоко, которое возникает у млекопитающих в течение первых нескольких дней после родов. А яйцо или желток – это то, на чем развивается цыпленок. В принципе, у коровы большое разнообразие трансферфакторов в этом молозиве. Но курица должна передать в очень небольшом объеме все, что нужно цыпленку. Поэтому в молозиве большое разнообразие трансферфакторов понемножку от каждого вида. Понемножку от разного вида. У цыпленка – совершенно противоположная картина. Много, очень немногих категорий для того, чтобы цыпленок был огражден от самого опасного. Теперь понимаете ли вы, почему два источника, когда мы их совмещаем, то мы приходим к поразительному результату. Поэтому мы в основном проводим обработку молозива механическими методами. Никаких химикатов мы не используемся. И, конечно, мы оставляем достаточно для цыпленка, для теленка, извините. Мы концентрируем все механическим образом, отделяем, фильтруем. Сначала мы отделяем жиры от молозива в центрифугах, в мощных центрифугах. После этого мы проводим эту жидкость через очень мелкий фильтр, который дает только частицам 10 тысяч дольтонов проходить сквозь этот фильтр. 10 тысяч дольтонов – это размер молекулы трансферфактора. После этого мы пользуемся другим фильтром, который дает только фрагментам менее чем 5 тысяч дольтонов пройти через этот фильтр. Мы проводим эту фильтрацию несколько раз. После этого эту жидкость мы проводим через осмос, противоположный осмос, для того, чтобы вода оттуда была извлечена, и мы получаем то, что входит в вашу капсулу. Весь процесс проводится без того, чтобы каким-то образом изменять молекулу и без каких-либо химикатов. Второй источник – мы опять-таки пользуемся методами, которые не пользуются никакими химикатами. И трансферфакторы, которые мы добываем из желтка, остаются совершенно эффективными. Теперь, почему наш трансферфактор является уникальным? А давайте покажем вам, что будет происходить в будущем. Это то, что происходит сейчас, то, что нас невероятно увлекает. Поэтому празднуйтесь с нами. Было много исследований, которые прошли по трансферфакторам. И вы, наверное, прекрасно знаете многие традиционные исследования. Но сегодня мы расскажем вам о новом исследовании. Если вы хотите узнать о более старых исследованиях, пожалуйста, я считаю, что это очень важно. И вы можете получить сертификацию по трансферфактору. Пожалуйста, не думайте, что здесь какая-то ошибка. Видите точку. Эти точки вы должны видеть. Это исследование, которое мы проводим посредством проточной цитометрии. Давайте я объясню вам, что такое проточная цитометрия. У этого оборудования очень тоненькие трубочки. И это оборудование может просчитать каждую клетку и активность каждой клетки. То, что мы видим сейчас, это результаты таких вычислений каждой из этого оборудования. Красные точки – это естественные клетки киллера. Зеленые точки – это клетки заразителя. Слева мы показываем то, что произошло в начале инфекции. А справа – 48 часов инкубации с трансферфактором. Вы видите, насколько больше на правой картинке красного. То есть, здесь возникло много, большое количество клеток естественных киллеров и гораздо меньше зеленых точек. Воспользовавшись этим методом, мы можем узнать не только виды клеток, но и индикаторы и показатели действия этих клеток. Мы провели несколько лет, развивая этот метод, и мы еще не закончили эту работу. В ближайшем будущем мы сможем пользоваться этим методом для того, чтобы анализировать клетки и рассматривать поведение этих клеток. Что происходит в течение первых нескольких часов, что происходит в течение нескольких дней. Я надеюсь, что вам так же интересно, как и мне. Мы очень воодушевлены этой технологией. Давайте перейдем к следующему исследованию, совсем недавнему исследованию. Мы рассматриваем смети, которые происходят, мы рассматриваем макрофаги, мы рассматриваем трансфер-фактор плюс, мы добавили трансфер-фактор плюс, и мы измерили на 22% рост активность макрофагов. Макрофаги, как вы знаете, поедают вредные вещества, молекулы, бактерии. Макрофаги физически удаляют, выметают нападающие молекулы из нашего организма. Они не очень точно работают, но они очень важны. Мощные танки. То есть, активность макрофагов увеличилась на 22%. Следующее – это цитокины. Что такое цитокины? Это большая группа молекул общения. Это сигналы. Это сигналы, которые передаются иммунной системой для того, чтобы их услышали другие иммунные молекулы. Многие цитокины живут очень недолгий срок, и они могут действовать только в окружающей, близкой окружающей среде. Их очень редко, очень редко они существуют в больших количествах. Можно о них, их представить, наверное, о солдатах, которые кричат, громкоговорители, в рупорах. И мы надеемся, что их услышат. Мы обнаружили 36% рост в числе этих клеток и 36% роста в выделении иммуноглобина Г. У нас существуют другие клетки, которые называют клетки Б. Иммуноглобины, иммуноглобины имеют две функции. Во-первых, они маркируют молекулы, чтобы другие молекулы могли на них отреагировать. Кроме того, они прикрепляются к поверхности или к мембране нежелательных клеток и не дают им функционировать. Поэтому понимаете, почему увеличение в количестве иммуноглобина Г является таким положительным явлением? Они возникают или производятся довольно поздно во время инфекции. Обычно только через несколько дней после начала инфекции их можно даже измерить. Мы говорили о трансфер-факторах. Трансфер-фактор увеличивает активность иммунной системы. Мы поговорили о том, как трансфер-факторы концентрируют реакцию на правильных действиях. Давайте все это соединим вместе. Наша иммунная система должна быть сбалансированной иммунной системе. Она должна реагировать быстро, мощно, но и реагировать в правильных случаях. Наша иммунная система не должна быть активизирована постоянно. Она должна уметь расслабляться. Я надеюсь, что в течение последних 20 минут вы увидели и поняли, что наш трансфер-фактор помогает нашей иммунной системе активизироваться, когда нужно, и расслабляться, когда нужно. Наша иммунная система должна, во-первых, опоздавать чужих, те, которые не принадлежат нашему организму. Это может произойти очень быстро, в течение нескольких часов или нескольких дней. Иногда такая медленная реакция – это положительное явление. Чем дольше занимает для иммунной системы определить и идентифицировать заразу, тем дольше занимает наш организм и победить вредную заразу. Поэтому это очень важно – опознать врага. Во-вторых, наша иммунная система должна отреагировать верным образом на опасность. Слишком сильная реакция – вредна и слишком слабая реакция. Вредна. Надо знать, какие войска привлечь к работе или к битве. Это невероятно важно. И, наконец, давайте не забудем важность памяти. Наш организм или наша иммунная система должна запоминать тех, которые на нас уже нападали. Многие из наших врагов меняются. У нас возникают новые враги. Но многие враги – это те же враги, которые у нас всегда были. Если бы наша иммунная система не запоминала, то мы бы заболевали заболеваниями несколько раз. Но мы, например, скарлатиной, корею или ветрянкой болеем только один раз. Наша иммунная система помнит вирус, и когда вирус нападает на организм снова, реакция ночевая начинается мгновенно, и вирус удаляется из организма до того, как ваш организм заболевает. Здоровая иммунная система опознает, реагирует и запоминает. Иммунная система должна работать таким образом. Большое вам спасибо за то, что вы меня выслушали, и выслушали то, что я вам рассказал о нашем замечательном факторе переноса, трансфер-факторе. И это только начало. Большое спасибо за то, что вы к нам присоединились. До встречи!